Здравствуйте, подписчики и гости канала. В этом видео мы рассмотрим проектирование структурных и кинематических схем и цикловых диаграмм, циклограмм пищевого технологического оборудования. Проектирование структурных схем производится на первом этапе проектирования новой машины, поскольку современная машина состоит из нескольких ключевых элементов, таких как питающее устройство, привод или трансмиссия, исполнительных механизмов с рабочими органами, механизмов регулирования, контроля, управления, защиты, блокировки, то необходимо понимать перед тем, как мы начнем разрабатывать конструкторскую документацию, как все эти элементы связаны между собой. Структурных схем обычно проектируется одна, поскольку уже после того, как была спроектирована функциональная схема, было спроектировано несколько вариантов функциональных схем и потом из этих вариантов выбрана оптимальная схема, уже на ее основе можно проектировать структурную схему машины. Рассмотрим же в начале, перед тем как перейти собственно к примеру структурной схемы. Рассмотрим, что собой представляет каждый из элементов, которые я назвал лучше. Питающее устройство предназначено для непрерывной или периодической подачи сырья в машину. Часто такая подача осуществляется путем отмеривания заданных порций продукта по объему, реже по массе. В составе привода у машин имеется электродвигатель и, как правило, редуктор. Передачи гибкой связи, зубчатые, цепные. А на конце привода обычно установлены рабочие органы или распределяющие валы. На рабочем валу закрепляют рабочий орган. На распределительно управляющем валу ведущие звенья исполнительных механизмов. Распределительно управляющий вал может служить одновременно и промежуточным, и рабочим валом. Механизмы привода или приводных устройств. Трансмиссионные служат для передачи движения от двигателя к ведущим звеньев. Исполнительных механизмов или непосредственно к рабочим органам машины. Исполнительные механизмы служат для преобразования движения, иногда энергии, ведущего звена и передачи его в преобразованном виде ведомому звену, рабочему органу. Исполнительные механизмы, как правило, являются механизмами циклического действия. Рабочие органы машины бывают основными обрабатывающими и вспомогательными, например, удерживающие объекты. Они также бывают различными у машин периодического и непрерывного действия. Отличаются они и функциональным назначением. Движение рабочих органов осуществляется по определенным законам и в определенное время. Механизмы регулирования, контроля, управления, защиты, блокировки и другие. Обычно состоят из исполнительного механизма циклического действия со вспомогательным рабочим органом. Ведущие звенья этих механизмов также могут закрепляться на распределительно управляющих валах машины. Создание машины начинается с представлением ее структуры. Анализ условий работы машины немыслим без знания этой структуры. Структуру любой машины представляют в виде структурной схемы. На основании структурной схемы определяют основные рабочие размеры машины, габаритные размеры. Осуществляют первое компоновочное решение и делают предварительную кинематическую схему. Как я уже выше говорил в начале нашей лекции, что функциональные и структурные схемы являются схемами в первом приближении. Такими схемами, от которых отталкиваются при дальнейшем проектировании машины в целом. Структурную схему обычно изображают с помощью специальных знаков. Таблицу с обозначениями вы сейчас видите на экране. Как вы видите, для обозначения разных элементов и узлов используются наглядные и понятные значки. Я рекомендую вам использовать эти значки для составления своих структурных схем. Рассмотрим пример составления структурной схемы машины. Как уже я выше порекомендовал, использование специальных значков для обозначения элементов структурной схемы. Также я сейчас расскажу вам о том, что нанесение и соединение линиями этих значков производится в такой последовательности, чтобы соединить электродвигатель, механическую передачу или передачи с рабочим органом. И на структурной схеме указывают следующие параметры. Это мощность двигателя, угловые скорости вращения валов двигателя и машины, передаточные числа промежуточных передач, порядковые номера валов, которые указываются римскими цифрами, и название исполнительных механизмов, а также название рабочих органов, укрепленных непосредственно на валах. Обычно такие названия указываются в конце того или иного ответвления на схеме. На слайде представлена структурная схема котлета формовочного автомата. Схема предусматривает электрический двигатель, систему механических передач от двигателя к распределительно управляющим и другим валам, обозначенными цифрами от 1 до 11. Исполнительные механизмы циклического и непрерывного действия. Структурная схема машины дает представление о распределении энергии от двигателя к механизмам. Схема весьма удобна при определении общего КПД машины. На структурной схеме указываются валы и механизмы, входящие в состав машины или автомата, указываются передаточные числа зубчатых, ременных и цепных передач. Мы закончили рассмотрение проектирования структурных схем пищевых машин. И сейчас мы рассмотрим проектирование кинематической схемы. Кинематическая схема проектируется на основе функциональной схемы машины. Но перед тем, как приступить к проектированию кинематической схемы, необходимо выбрать источник энергии. Это, например, электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания или другой. Тип механизмов. В зависимости от возможности рациональной передачи движения, нагруженности механизмов, требуемой кинематической точности, межцентровых расстояний, величины хода исполнительных механизмов, допустимых передаточных чисел, при условии соблюдения ограничений, накладываемых техническим заданием. Этот выбор сопровождается силовыми и прочностными расчетами по обоснованию работоспособности с определением основных параметров элементов механизмов и передаточных чисел. Кинематические схемы в зависимости от основного назначения разделяют на следующие типы. Принципиальные, структурные и функциональные. На кинематической схеме представляется вся совокупность кинематических элементов и их соединений, предназначенных для осуществления, регулирования, управления и контроля заданных движений, исполнительных органов. Должны быть отражены кинематические связи, механические и немеханические, предусмотренные внутри исполнительных органов, между отдельными парами, цепями и группами, а также связи с источником энергии. Принципиальную кинематическую схему изделия вычерчивают как правило в виде развертки и без учета масштаба. Допускается кинематические схемы вписывать в контур изображения изделия, а также вычерчивать в аксонометрических проекциях. Все элементы на схеме изображают условными графическими обозначениями или упрощенно в виде контурных очертаний. Один из вариантов таких графических изображений вы сейчас видите на слайде. Однако, я рекомендую вам сверяться с действующими ГОСТ, государственными стандартами, на построение кинематических схем. Я считаю нецелесообразным тратить ваше и мое время и время этого видео на рассмотрение положений двух ГОСТов, посвященных кинематическим схемам. Первый ГОСТ, о котором я говорю, это ГОСТ 2.770-68, который называется «Обозначения условные графические в схемах элементы кинематики». В этом ГОСТе вы найдете все обозначения, которые приходятся вам при составлении кинематических схем. Второй ГОСТ это ГОСТ 2.703 2011 года, который называется «Правила выполнения кинематических схем». В нем описываются подробно правила, какие линии применяются для обозначения тех или иных элементов схемы. Какими линиями, какой толщины и начертания соединяются эти элементы схемы. Когда применяются толстые линии толщины S, когда применяются тонкие линии толщины S пополам или S на 3, когда применяются сплошные линии, когда пунктирные. Это вы все найдете в ГОСТ 2.703 2011 года. А далее мы рассмотрим схему, кинематическую схему двухшнекового дозатора муки, который может использоваться как самостоятельно для дозирования муки, например, в мешки, так и в составе другого комплектного оборудования. Например, для дозирования сыпучей смеси сырья в загрузочную воронку экструдеров пищевого производства. Мы рассмотрели с вами проектирование кинематических схем машин пищевого производства. Цикловые диаграммы применяются при проектировании машин со сложным движением рабочих органов. Цикловые диаграммы показывают, как нужно согласовать движение рабочих органов и обрабатываемого материала. Цикловые диаграммы часто применяются при проектировании заверточных, фасовочных, разливочных и других подобных машин. Цикловые диаграммы требуются для того, чтобы понимать, что заданный технологический процесс будет протекать установленным образом. Для осуществления заданного технологического процесса с помощью машины циклического действия, названия которых, типы которых я озвучил чуть ранее, Необходимо, чтобы рабочие органы машины перемещались с определенными скоростями и ускорениями. А сами перемещения производились синхронно и в требуемой последовательности. Графическое изображение последовательности перемещений рабочих органов машины называется цикловой диаграммой или циклограммой. По циклограмме машины определяют начало и конец перемещения рабочих органов в пределах кинематического цикла. Отсчет времени всегда ведется от начала рабочего хода ведомого звена исполнительного механизма, который принят за основной. В качестве такого механизма рекомендуется выбирать механизм, обеспечивающий выполнение наиболее длительной технологической операции. Циклы рабочих органов, управляемых исполнительными органами циклического действия, обычно состоят из следующих перемещений и остановок. Движение рабочего органа в направлении выполнения технологической операции, так называемого рабочего хода или рабочего перемещения. Время движения обозначается как ТР. Остановки рабочего органа после выполнения технологической операции или выстоя. Время остановки ТОР. Движение рабочего органа к первоначальному месту положения, так называемого холостого хода или холостого перемещения. Время движения ТХ. Выстоя рабочего органа в исходном положении. Время выстоя ТОХ. Время кинематического цикла рабочего органа механизма есть сумма времени всех его состояний. При этом для каждой машины время кинематического цикла является постоянным. Циклограммы машины обычно выполняются в определенном масштабе времени. Например, 1 мм содержит 1 секунду. Или в масштабе углов поворота ведущего звена основного исполнительного механизма. или распределительно управляющего вала. Например, 1 угловой градус в 1 мм чертежа. Так как обычно в пищевых машинах-автоматах степень неравномерности вращения распределительно управляющего вала весьма незначительна, то угловую скорость его принимают постоянной. Тогда становится справедливым равенство. φ равно ωt. Где φ, ω и t соответственно угол поворота, угловая скорость ведущего звена и время его поворота. Обычно время кинематического цикла tk равно времени 1 полного оборота руб. Поэтому 2π равно ωtk. Это позволяет изображенные в циклограмме соотношения между интервалами перемещений считать справедливыми. И для соответствующих углов поворота распределительно управляющего вала. По форме отображения различают линейные, прямоугольные и круговые циклограммы. В прямоугольных циклограммах каждому перемещению рабочего органа соответствует свой прямоугольник с основанием в определенном масштабе и высотой выполненной без учета какого-либо масштаба. В середине каждого прямоугольника помещается надпись или условное обозначение соответствующего перемещения или выстоя рабочего органа. В линейных циклограммах каждому интервалу перемещения рабочего органа, отмеренному по оси абсцисс, соответствует наклонная и каждому выстою горизонтальная линия, у которых наносят поясняющие надписи. Угол наклона линий выбирается произвольно. В круговых диаграммах кинематическому циклу каждого рабочего органа соответствует дуговая полоска, кольцевая, произвольной ширины. Продолжительность выстоя или перемещения рабочего органа определяется отрезком соответствующей дуговой полоски, заключенной между двумя радиусами, развернутыми на соответствующий угол. Дуговые полоски выполняются в определенном масштабе времени, например, 1 секунда в угловом градусе чертежа или угла поворота РУВ. Например, 1 градус поворота вала в угловом градусе чертежа. Если кинематический цикл машины происходит за 1 оборот РУВ, то отмеренные углы являются истинными значениями углов поворота РУВ. Если кинематический цикл происходит, например, за половину оборота РУВ, то отмеренные углы по циклограмме будут больше истинных в 2 раза. В случае большого количества механизмов круговые диаграммы недостаточно наглядны и в них трудно ориентироваться. Поэтому большее распространение получили прямоугольные и линейные циклограммы. С помощью циклограммы определяется относительное положение интервалов циклов исполнительных механизмов в общем цикле автомата. Пользуясь циклограммами, легко определить, в каком из интервалов находится каждый рабочий орган в заданный момент времени или при заданном положении ведущего звена основного механизма. Для этого в прямоугольной и линейной циклограмма достаточно провести вертикаль через точку на абсциссе, или углу поворота ведущего звена основного механизма, а в круговой радиальный луч, образующий с начальным лучом угол, определяющий заданное положение ведущего звена данного механизма. Далее рассмотрим подробнее процесс построения циклограммы заверточной машины. Для построения цикловой диаграммы заверточной машины предварительно необходимо иметь кинематическую схему. Для построения цикловой диаграммы заверточной машины предварительно необходимо иметь кинематические схемы всех ее цикловых механизмов. Произвести построение графиков пути по времени или углу поворота кулачкового вала. Далее рассмотрим подробнее построение цикловой диаграммы заверточной машины. Для этого предварительно необходимо иметь кинематические схемы всех ее цикловых механизмов. Произвести построение графиков пути по времени или углу поворота кулачкового вала. Цикловая диаграмма заверточной машины связывает процесс завертки с работой ее исполнительных механизмов. Цикловая диаграмма показывает в какой последовательности и на какое время исполнительные механизмы включаются в работу. Приходит в соприкосновение с объектом обработки и когда они от него отходят. Выключаются из работы. По графикам аналитические или графические устанавливают углы поворота главного кулачкового вала, соответствующие отдельным стадиям движения. Подход к обрабатываемому предмету, операцию над предметом, отход от предмета, покой в том или ином положении и так далее. Из технологических условий и выбранных схем механизмов определяются минимальные фазовые углы поворота главного вала. Затем следует максимально совмещать рабочие операции механизмов заверточных машин. Для этого графики совмещаемых механизмов должны быть построены в одинаковом масштабе. Далее следует провести ось абсцисс, соответствующую кинематическому циклу машины. А вертикальную ось разбить на полоски, соответствующие отдельным механизмам, так как это показано на слайде. По оси абсцисс отложены углы поворота кулачкового вала с интервалом vp на 6 радиан. Для каждого рабочего органа по вертикали отведена полоска одинаковой ширины. Движение рабочего органа, нужное для завертывания, показано в полоске отклонением сплошной линии вверх. Полезные остановки рабочего органа нанесены сплошными горизонтальными линиями. Длина каждой линии соответствует углу поворота кулачкового вала. Остановка рабочего органа, не связанная с завертыванием, нанесена штрих пунктирной линией. Пунктирными линиями нанесены холостые движения рабочего органа. Цикловая диаграмма заверточных машин имеет большое практическое значение. Она является основным исходным документом, связывающим при проектировании технологический процесс с работой отдельных механизмов. При изготовлении заверточной машины цикловая диаграмма позволяет определить углы установки кулачков и кривошипов на главном валу, а также установку механизмов в исходном положении. Это упрощает сборку и регулировку машины. Цикловая диаграмма облегчает изучение и анализ работы заверточных машин. Вы прослушали лекцию, посвященную проектированию структурных и кинематических схем и цикловых диаграмм пищевого технологического абордония. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео и поставьте колокольчик уведомления. И выберите все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Впереди нас ждут новые видео, посвященные проектированию пищевого оборудования. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok